Единая Россия сегодня самая массовая и влиятельная политическая сила в России и на Кубани. В Славянском районе более 2000 представителей партии. За два года организация выросла на 213 человек. В одном строю с партийцами сторонники единороссов, их свыше 200, расширились и укрепились связи партии с общественными организациями города и района. Повысилось качество информационно-разъяснительной работы. Важнейшим направлением деятельности славянского местного отделения партии является идеологическая, политико-массовая и аэритационно-пропагандистская работа. Именно пропаганда является инструментом распространения идеологии, обладая рядом своих приемов. В этом аспекте политическим советом накоплен достаточный положительный опыт. Повышение качества жизни – вот главная цель партийных проектов, которые реализуются в нашем районе под эгидой единороссов. Многофункциональный спортивный комплекс «Лидер» – один из них. В этом году партия начинает большой проект, направленный на модернизацию школьной спортивной базы. Все это делается с одной целью – вырастить здоровую и крепкую молодежь. Еще одно начинание «Единая Россия» – дворы Славянска. Проект, стартовавший в нашем городе 5 апреля. Его цель – дойти до каждой семьи и узнать проблемы каждого, создать новый формат обратной связи с населением. Кроме того, славянские единороссы активно участвуют в реализации проекта «Народный контроль». В целом, делегаты конференции оценили работу местного отделения партии «Единая Россия» удовлетворительно. Положительные результаты отметил и заместитель председателя ЗСК Виктор Чернявский. «Задача наша – более внятно людям объяснять, от них идти, слышать, что они на приемах говорят, что они нам пишут, не отталкиваться от проблем, и тогда позиции будут так же уверенны у нас, какие они и есть. Ну а то, что полицовет сегодня старается, работает, и с согласен соценкой действий Анатолия Владимировича, конечно, новая волна, новое дыхание пришло в район, сделано очень много». Впереди местное отделение партии ждут новые задачи, решать которые необходимо, учитывая реальные потребности каждого человека, а также максимально используя потенциалы территории. «Перед местным отделением партии «Единая Россия» стоит ряд задач, которые должны быть решены в ближайшее время. А именно, первое, экономика должна стать конкурентоспособной, а это значит, мы должны развивать сферу малого и среднего бизнеса, инновации, высокотехнологичное производство и высокотехническое сельское хозяйство. Второе, необходимо построить эффективную систему управления, чтобы те масштабные проекты, которые призваны модернизировать все сферы нашего общества, были доведены до логического завершения и дали реальный ощутимый результат». После завершения конференции тайным голосованием были выбраны члены политического совета. Глава района Анатолий Разумеев был переизбран секретарем Славянского местного отделения политсовета. Алена Теплова, Дмитрий Пухайский, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин